Времени остается все меньше, а футбольный пункт Лепель продолжает играть на главных гостей. Очередной розыгрыш ночи оборот Бреста. Передача на левый фланг. Если Брест не торопится, то Лепель. Итак, вот мы видим очередной прослел вдоль линии ворот. Вовремя защитника оказался на месте. Давайте посмотрим повтор. Подставка на левый фланг. И мяч уходит на угловой фланг. Да, неприятная ситуация. Редкая во втором тайме, но тем не менее. Итак, давайте посмотрим выполнение углового слева от ворот футбольного клуба. Итак, подача мяча. Достаточно высоко и мяч уходит за линию ворот. Футболисты снова устанавливаются в середине поля. И очередная ошибка гостей из Бреста. Вне игры нет. Передача на правый фланг. Выходит на линию удара. Вдоль ворот прострел. Вовремя отбитый головой мяч. Но тем не менее, мы устал все наших ребят. Еще один розыгрыш. Левый фланг. Навес в штрафную. Опять легионера. И еще один повтор. А вот здесь как раз игрока не оказалось. Давайте посмотрим этот великолепный момент. А вот выход 2 на 2. Передача на правый фланг. Центральный игрок грамотно пропустил мяч. Выход практически к линии ворот. Расстрел вдоль. И буквально на линии воротарской площадки мяч отбивается гостями. Повтор. Еще один пас. Еще один навес в штрафную площадь. Вот здесь не хватило нашим игрокам. И это еще не окончание атаки. Сложно было игроку в этой ситуации бить. И вот здесь не хватило одного из игроков. А вот здесь мы теперь видим, что было нарушение. А это значит, что футбольный клуб Лепель еще пробьет и штрафной удар. 7-8 метров. Навес. Да. Гости в этот момент играют хорошо. Но наши опять не теряют мяча. Навес. Вовремя прикрыл удар. Да. Возможно, это был последний удар. Поворотом в этом тайме и в этом матче. Вот мы смотрим повтор. Великолепный навес. Гости на месте. Еще одно обострение. Комара сбили. И он вовремя упал на пол. Но зеленые орбиты этого не заметили. Ошибка. Гассей отпустил все дальше мяч. Прикрыт корпусом. Замах. Удар. И мяч улетел выше в ворот и слева. Ну что же, друзья. Вот развился свисток. И этот поистине уникальный мяч между футбольным клубом Лепин и бывшими игроками высшей лиги Республики Беларусь закончился. Команда уходит с поля. Да, счет 4-3. Великолепный счет для футбольной команды районного разлива, который реально не хватило времени, чтобы забить буквально пару мячей в поединке с легионерами бывшими, правда, Республики Беларусь. Ну, слушай, очередное рукопожатие. Можно порадоваться за команду футбольных клуб Лепин. Причем, это первая игра, которая практически в полном объеме была представлена. Вашему вниманию. Ну, вот наши замечательные ребята. Традиционные подарки в конце. Матчи. Побольше бы таких игр, и у наших ребят была бы возможность поднять свой профессионализм до уровня высшей лиги белорусского футбола. Не забывайте, пожалуйста, если вам понравился репортаж, ставить лайки. Ну, а мы всех вас, друзья, в этом рады видеться на нашем канале. Подписывайтесь. И смотрите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!